Друзья, приехали в клинику. Кота этого я побоялась везти в машине, в переноске. Купила лекарства у Нади. Будем колоть. Посмотрите, какая красивая здесь. Цветочки такие красивые. Забыла спросить, что это за цветочки. Очень хочу такие посадить у себя. Лешек там меня ждет. В общем, теперь едем в Азон за мангалом. У нас будут шашлыки. Надо же и отдыхать когда-то. Вот. Так что сейчас едем в Азон. Ох, как у тебя здесь хорошо, Лешек, прохладненько. Представляешь, у кошки воспаление. Вот видел? Воспаление людских. Представляете, друзья? Бесплатно дала мне шприцы. 200 рублей стоит лекарство. Я вообще не представляю, сколько бы это стоило в Москве. Сколько бы стоило сделать анализы. А так я и объяснила, что это такое. Значит, Аверсект КС. И именно это лекарство я находила и в интернете. В общем, вот, 200 рублей поймаю этого кота. Написала мне, ну, там раз в неделю делается этот укол. Вот как раз на 5 инъекций. Все. Выключаюсь пока. Едем по делам. В Азон. И, может быть, еще включусь. Лешек пошел в пятерку. Кое-что там купить из продуктов. А я уже сижу в машине. Думаю, нет. Надо выйти, показать еще красоту этого собора. С такого ракурса я его еще вам не показывала. Вот она наша пятерочка. Дальняя. У нас три пятерки в городе. Заехали на рынок. Купили мясо на шашлычок, свининки. Выбор громадницы. Лешек затарился пивом идет. 430 рублей килограмм. Отличная свинина. Вот. И мы едем домой. Сейчас, Лешек, я тебя открою. Сам. Все, сам. Лешек, что-то не в духе. В общем, едем. Лешек ругается. Говорит, у нас в Чеплыгине, как в Москве. Сегодня что-то везде так людно. На дорогах. Я не ругаюсь, но я не доволен. Ну да. Ой, вот вам покажу храм. Как раз приостановились. И еще вот один храм. У нас город, церкви и храмов. То ли пять, то ли шесть. Посмотрите, сколько машин. И очень много с московскими номерами. Вот поехала Подмосковье, 750. Ну, просто... Это какой-то аншлаг. Вот она, 799. Очень много москвичей. Да мы посчитали у нас на улице, вот в нашем, так скажем, Около нас соседи как-то связаны с Москвой. Я не знаю, как правильно назвать, москвичи это или не москвичи, но люди живут в Москве, приезжают сюда, ремонтируют дома. И их очень много. Поворачиваю. Можно, да? Спасибо. Вот он, этот храм. Заказала мангал, называется «Бык». Ну, искала, в общем, чтобы металл был 3 миллиметра. Нашла. Красивая ковка. В общем, приедем, покажем. Ну, один отзыв прочитала. Ну, как сказать, несоответствие. То есть... Размером. Не ту деталь положили. В общем, люди не могли собрать. Дно не соответствует стенкам. Поэтому сейчас приедем, будем распаковывать, смотреть, как что. 2100 рублей стоит мангал. Вот как раз сейчас проедем мимо Нижнего парка. Ну, очень много машин. Ну, слушай, я такого вообще не помню. Ты посмотри, что творится. Вот он, наш Нижний парк. Первый раз, когда я увидела, мы здесь проезжали. Я просто обалдела. Ой, сколько там работает людей. В оранжевых жилетах убирают, чистят. Так, вот мы уже и приехали в Азон. Здесь еще Троицкий собор. Ну, это вот кафе, о котором я вам говорила. Я бы все что-то строю. Еще что-то строю. Батюшка приехал. Так, ладно, придется мне отключиться, потому что мне надо код показать. Шармовой хлеб купить этот? Да, купи. Очень вкусный хлеб, шармчик лыгинский. Беленький. Ой, прям булочка. Мы так подсели на него завтраки. Один раз я... А, Лешек, еще расскажи, здесь нашел фирменный магазин. Ну, вот там же я сейчас... Наш сыр, да? Ох, и сыр вкусный. Где-то здесь есть маленький заводик, я так поняла, местный, да? Да. Ну, называется Раненбургские частные сыроварни. Вот. Представляете? Вот здесь, кстати, тоже вот Емельянов, я вам говорила. Фирменный магазин тоже там. Колбаска вкусная. Алешек откопал где-то вот здесь. Ну, вот оно. Ну, что-то сегодня вообще прям, я не знаю, аншлаг какой-то. А, вот где горячий хлеб написано, да? Да. А второй приехал, москвич отъехал, да? Да. Вот, палаточка, горячий хлеб. И там продукты мяса, индейки написано. Вот с правой стороны, там вот как раз отдел с этими сырами. Какой же вкусный сыр. И достаточно, ну, не дешевый, но и дешевле, чем в Москве. Леша говорит, такой сыр в Москве стоит 2-300, что ли, килограмм. Вот. Так что мы сейчас в центре нашего города. Там вот аптека. Магазин Бриз. Посмотрите, как чистенько у нас. Что-то не пойму, сидит ребенок босой. А, цыганка вон просит. Бублик дали. Понятно. Вот такого я еще не видела у нас. Вот маленькая девочка. А вторая постарше лет 10, наверное, ей. Вот они сидят, просят. Представляете? Босая девочка, прям вообще босая. Такого я еще не видела. Вот. Я что-то как-то вот эту сторону... Да не знаю, что-то привыкла я ходить в магнит, в пятерочку. А сейчас в магазин вообще не хожу. Лешек ходит. Вот. И открыл вот этот магазин. Вкусные сыры. А вон мама, по-моему. И в этом... В коляске еще, наверное, грудничок лежит. Вот они просят. Кто денежку даст, кто бублик. Ну, вообще как-то странно. Я вижу, они как бы, ну, здоровые, неплохо одетые, чистые. Ну, вот сидят, побираются. Вот мама села. Я такое первый раз вижу, смотри. Ты видишь? Ну, вот побирается семья. Они не побираются. Они сидят, кушают мороженое и кормят, поют собаку. Не знаю. Вон девочка большая подошла и попросила женщина и вытащила, бублик дала. Ну, может быть. И вот мама пришла, села, тоже вон копейки считает. А в коляске вон, наверное, еще ребеночек лежит. Ну, я их вчера видел. Ну, вот. Здесь же видел, что ли? Ну, просто так они приходят сюда собаку, что ли, кормить? Ну, нет, я их видел около этого, магнита. Ну, понятно. Вот, Лешик, покатай меня по центру. Ага. Аварию сейчас видели, поцеловались. Там, кстати, еще один влетел в них. Да ладно, третий присоединился. Ага. Обалдеть. Вот это здание полиции у нас. Все мы купили. Хлебушек купили. Сыр у нас есть. Мясо я сейчас замариную. Вот автобус спрашивали. Да, кстати, вот, друзья, автобус. Это местные теплые детские. Ну, я редко здесь их вижу. Вообще очень редко. Ну, они ездят, но не так часто. Так, ну все, душа моя спокойная. Сейчас кота этого отловить, найти. И под холпу сейчас уколю ему. Одену перчатки и буду колоть. По этой улочке, Лешек, я шла. И пирожок нашла. Нет, с поезда. С большими деньгами. Почему по этой улице? По этой. Я не знаю, почему меня так навигатор вывел. И вот здесь я шла к отелю базилик. Как я не побоялась ехать с такими деньгами за дом. Одна в порезде. Да, я не мог. Да, ты не мог. Ты с котами там оставался. Воевал. Летел. Да, Моня-то у нас пришлый товарищ. Всех позаражал. А у нас тут покупка дома. Работа. Лешек остался в Москве лечить. По очереди ходил с этими котами. Их тогда, получается, у нас трое уже было. Моня, Пуся и Кузя. Он ходил их лечить. А я здесь занималась сделками, покупками. Ой. Ну, прям аншлаг сегодня. Очень много машин. Прям пробка, пробка вообще. Что такое происходит? Я такого вообще не помню. Может, я рекламу сделала? Все приехали, дома здесь купили, а? Не знаю. Это шутка, конечно. У каждой шутки есть доля шутки. Да, остальное правда. Не, ну просто машин действительно много. А возле пятерки, ты посмотри, сколько стоит. Обалдеть. Это вот наша пятерочка здесь. Вот красивый замок-дом. Дом-замок. Вот здесь тоже москвичи живут. Вот красивый домик. Струбили недавно. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня, по-моему, 22 июня. И я начну свой репортаж для тех, кто переживает за жизнь котика, о котором я рассказала вам буквально вчера или сегодня. Сегодня у меня уже все перепуталось в голове. Значит, мы были у Нади. Я ездила с Лешиком без кота, потому что мы побоялись его сажать в переноску, в которой мы пользуемся для наших животных. Побоялись брать руками. Вот. Но я рассказала Наде вообще о самой болезни. Она все поняла. И мы купили у нее лекарство Аверсекта. Оно дешевое. Спасибо, кстати, вам всем отзывчивым, всем неравнодушным, кто перечислил денежку на лечение этого котика. Но там будет не только на лечение, на его содержание, потому что его не только лечить нужно, еще его нужно кормить. Спасибо вам громаднейшее за ваше неравнодушие, за вашу отзывчивость. За то, что не смогли пройти мимо такой беды. На самом деле, кот испытывает очень сильный зуд. Он разодрал себя просто до крови. И когда я ему колола укол, лекарство называется Аверсект, вот, я еле-еле проколола иглой его кожу. Там просто сплошной рубец. Просто сплошной рубец. Я не преувеличиваю, друзья. Я реально открыла ему пакетик корма, чтобы он был чем-то занят. Хотя он настолько, ну, как сказать, наверное, он просто пришел просить о помощи. Мы когда приехали из клиники, он вот здесь сидел, как будто нас ждал. Он сидел во дворе, вот здесь, вот в клумбе, в кустах. И сразу же, ну, мы не только к Наде заезжали, там немножко по магазинам. Я включу вам этот репортаж. Посмотрите. Вот. И мы побросали сумки. Я сразу взяла лекарство. Одели перчатки. Лешек на подхвате. Хотя не понадобилась помощь Лешека. Он просто стоял рядом. Короче, это просто жесть какая-то. Надя сказала колоть через неделю. Там 5 миллиграмм, миллилитров. В общем, 5 кубиков этого средства. По кубику. И через неделю. Вот такая схема. Но я думаю, при таком запущении болезни, я думаю, уколоть через 5 дней. Хотя бы второй укол не через неделю, а хотя бы через 5 дней. Вот. Может быть, еще почитаю или Наде позвоню. Может быть, какую-то мазь наружную нужно тоже использовать. Потому что я думаю, одной инъекции, только этого укола маловато. В общем, завтра буду этим заниматься. Так что все ваши денежки пойдут на лечение и на содержание этого котика. Конечно же, буду вас держать в курсе. Сейчас пройдем. Он сидит сейчас, как будто чувствует, что здесь коты. Я не знаю. Но он ушел через дорогу. То есть ждал он у нас во дворе. Когда я его уколола, он напротив дома сидит там в траве. Я его еще раз покормила. Налила ему водички. Вот сейчас вместе с вами пройдем и посмотрим, как он там. Лешик здесь работает. Уставший. У нас сегодня по плану шашлыки. Я вам покажу еще один мангал. Миша поехал, наверное, в Москву. Да, ворота закрыл. Не разводил, Алеш. Сейчас не знаю, сидит он там или не сидит. Вот сидел здесь на солнышке. Видимо, куда-то ушел. Нет, нету его сейчас здесь. Вот даже корм остался. Не ел он. И водичка вон там в ведерке стоит. Вот здесь он сидел. Прямо местечко видно. Вот здесь сидел этот котик. Я надеюсь, он перенесет это лекарство. А, вот он. Ты сюда выбрался. Что ты, мой маленький? Вот он. На солнышко выбрался, да? Ну, как тебе? Ты даже мяукать не можешь, да? Ну, котик. Он даже глаза не может открыть. Кс-кс-кс-кс. Открой глазики. Покажись нам, маленький. Боже, как мне его жалко, друзья. Я не могу. Прошел один день после того, как мы нашли. И он больше не показывался. Если честно, я даже обрадовалась, что... Ну, извините, я думала, что его уже нет. И, ну, какое-то облегчение наступило. Думаю, отмучился. Вот. А потом он опять появился. И я поняла, что нужно срочно ехать за лекарством и попытаться ему облегчить его участь. Да, это подкожный клещ. Вот уже забыла даже опять это название. Перед тем, как включить камеру, прочитала Авертекс. Или как называется-то. Напишите, какое оно действенное. У кого такое было. Напишите, друзья. Отзовитесь. Очень вас прошу. Ну, и по возможности, если можно, пожалуйста, помогите на содержание и на лечение животных. Ведь, помимо этого кота, у меня еще в сарае двое взрослых и двое котят. И у нас в доме пятеро. Я просто физически не могу кормить и содержать столько котов и лечить. Я никогда не просила помощи у вас. Но сейчас прошу. Не надо много. Кто сколько может. Пожалуйста, перечислите. Эти деньги пойдут не мне. Эти деньги пойдут животным. Вот он сидит. Он даже глазки не открывает. Ему больно. И никуда он не убегает. У него уже нет сил. Кисечка маленький. Походу, это вообще британец. Там сплошной рубец. Вот я колола в холку. Я ее сжала, эту холку. И еле-еле уколола. А потом, что такое? Тебя что, судороги уже? Что с тобой? Что с тобой такое? Как-то странно. Он дергался. Может, ему плохо от этих лекарств. Не знаю. Ну, поел он хорошо. Что такое? Что такое? Посмотрите тут, какое месиво, друзья. Посмотрите. Вот сейчас на солнце. Посмотрите, что здесь творится. Маленький. Маленький. Я попробую тебе помочь. Попробую. Человек может себе помочь. Ну, вот что сделает вот это животное? Ну, оно же не может без смерти умереть. Вот представляете, что терпит кот, пока он отмучается. Я вообще не представляю. Там просто месиво. Просто месиво. И, видите, он никуда не убегает. Вот я к нему подхожу. Вот эта рыжая кошка у нас, которая окатилась в сарае, она до сих пор меня не подпускает. Потому что у нее есть силы. Она... Если я ей не дам корм, она как-то питается целый же месяц она жила с котятами. И еще ее сыночек взрослый, большой кот. А этот, он уже вообще... Он уже просто никуда даже не убегает. Да, маленький мой. Там просто месиво. Там мясо. Вот он сидит здесь. Может, понимает, что не надо близко подходить к другим, чтобы не заражать. Они очень умные. Очень. Ты мой хороший. Вот как так можно было взять и выкинуть? Мне кажется, британец. Просто месиво. Там кровь течет. Пойду посмотрю на наших котят. Я уже им насыпала корм, водичку поменяла вечером. Я имею в виду на тех, которые в сарае. И надо ставить... Сейчас покажу вам мангал. Мы сегодня получили мангал. Очень хороший, качественный. 3 миллиметра железа. И красиво выглядит. Вот, посмотрите. Я там отличный, красавец. Сейчас буду разводить огонь. и будем жарить шашлычки. Может быть, поснимаю для вас. Сегодня, друзья, вы все спрашиваете меня про сорт клубники. Я не знаю. Я бы вам с удовольствием подсказала. Я сегодня третью часть собрала. Набрала целый таз, который уже двигать тяжело было. И пошла обрабатывать его. Вот это вот все. Завтра мне опять собирать клубнику. Сегодня, наверное, 5 килограмм 6. Уже тазик было тяжело двигать. И я пошла в дом. Не дособирала. Так. Так. Наших нет. Корм я им насыпала. Вот они вылезают где-то попозже. И теперь прикрываю прям дверь, чтобы другие не ходили. Сегодня еще одного кота. Но у того лишай. Опять в конце огорода у нас полбока шерсти нет. Но это точно лишай. Это вообще опасно. Даже не буду к нему подходить, друзья. Я не могу вылечить всех. Вот. В общем, ладно. Сейчас буду разводить огонь. огонь. Продолжение следует... 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 наверно достаточно дров дрова были здесь в сарае кстати мангал очень устойчивый но из-за того что он тяжелым весит 13 с половиной килограмм уйдет я пойду еще на котика посмотрю интересно ушел он или нет мне кажется у него просто нет вон он лежит у него просто уже нет сил лёшек мангал горит я вот думаю на решетке сделать или на шампурах я тогда сделаю на решетке туда и лучок положится хорошо и так люблю лук жареный шашлыка вон он сидит я уже переживаю не неплохо ли ему от этой инъекции и машины ездят и он там сидит вот так вот они попадают везде ой не могу ты не боишься ничего да тебе уже все одно сидит на том же месте видите ты мне скажи тебе получше а маленький он кстати молодой код ему ну годик может быть а может быть и того даже нету не знаю там в этом в инструкции написано что через сутки ну как бы это средство начнет работать на полную вот они начнут подыхать эти клещи через сутки вот сегодня я уколола где-то около часу дня но вот завтра в час в общем буду колоть через пять дней не буду 7 ждать пять дней максимум вот чё-то он дергается мне не нравится вот это его подергивание него что судороги что ли малыш расскажи как у тебя дела он видите даже глаза уже все не открываются а потому что там один рубец вот это все один рубец я не знаю друзья как это будет все проходить не представляю там но я же говорю я не могла следующий раз я буду колоть вот не в холку а вот там где у него хотя бы кожа вот какая-то есть где шерсть более-менее еще не совсем подъеденная это страшное дело вообще страшное дело представляете каково ему маленький ну что ты так и сидит и никуда не уходит видите так и сидит ладно пойду дрова все-таки горят я буду решетку наполнять сейчас руки еще пойду помоем ух как горит наш мангал у нас остается еще целая упаковка пеноплекса да лишь все-все хватит до отмывайся и будем это видим шашлык делать вот и еще одна у нас целая да даже больше полторы наверное останется но у нас ничего не останется в итоге потому что на следующий год или когда там не знаю уже боюсь планировать будем это туалет с душем делать из пеноплекса решила я не нанизывать на шампура ой огонь сейчас надо тушить вот если говорить все попроще вот так решетка встала отлично шашлык жарится уже запашок пошел класс лёшик пошел в ванну отмокать устал вообще я не очень-то умею жарить шашлык но вот приходится за хороший и решетку хорошо и для шампуров там видите специальные ячейки очень за 2100 рублей я думаю нормальный мангал откуда ты взялся так вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А там солнышко заходит Такая красота Посмотрите, как красиво светятся вот эти окошки Это как раз вот поддувало, так скажем, для огня Огонь хороший, угли поддувает Вечером очень красиво будет Кто-то стучит В общем, скоро буду снимать И будем садиться кушать Ну что, друзья, шашлык готов Сейчас покажу наш стол Импровизированный Да Наконец-то мы сегодня Садимся Наверное, за целый день У меня обед клубникой был Да Мы сегодня без обеда, вот клубника У нас пиво пенное Там салатик Все по-простому Всем, кто кушает Приятного аппетита Так, сейчас я тоже хочу в кадр запечатлеть это все Мы пока еще в эфире А, я хотел разложить тебе салатик Ну, разложите, пожалуйста Оль, она можно попробовать Пёсик за кетчупом бегал Мы забыли кетчуп купить Прямо вот то, что нужно Правда, остыла, пока я, Леша, поздала Ну, ничего страшного Не могла уже на огне держать Зачем я хлеб принесла? Хлеба-то и не хочется А я буду Попробуем, что это за слухов Ну, я прям рукой Вкусная, рукой Смотри, кто пришел к нам Такое видел Кузян Ты как это чувствуешь? Кузян пришел Можно было чуть-чуть додержать, да? Они все приходят Все приходят Тут, блин, вам медом помазано, что ли? Или на воротах написано Всех лечим, всех кормим Заходите Кушайте, лечитесь, да? Кушайте Продолжение следует...